15 сентября в Охудничьем хозяйстве Южный регион прошел очередной выпускной для фазанов. На праздник были приглашены ученики из школ Петровского района, специалисты природоохранных организаций, друзья и коллеги. С их участием птицы и были выпущены на воду. Не жалко было птицу выпускать? Нет, не жалко, если ты знаешь, что в природе им будет лучше. Но выпускать особо-то не было жалко, потому что в любом случае ее все-таки начнут заново разводить. А так птица прикольная, особенно самцы, они такие яркие, пушистые. Мне очень понравилось, я не в первый раз здесь в пазаново. Мне очень нравится эта птица, она по окрасу очень красивая. Пазанов я выпускала уже второй раз, первый раз был в 2013 году, мне было три года. Я считаю, что эта птица должна жить на воле, а не в клетке. Приехал с внуками, любители хозяйства, им понравилось, конечно. Поддержали, выпустили, это хорошее дело. Да, это праздник, для них это праздник. В Пазане Папа производственный охотничий инспектор Сергей Викторович Иванников и его коллега Сергей Владимирович Заиченко ответили на вопросы учеников и представителей средств массовой информации. Каких фазанов вы раздельете? Фазан северокавказский. Только он, да? Да, только он. Вот, но вот это выпуск самый такой массовый в этом году. Удачно все сложилось, птенца много вывелось. Сколько планируете выпустить сейчас? Так? Сколько планируете сейчас выпустить? Больше тысячи голов. Больше тысячи? Нет, здесь мы планируем выпустить 200 голов. Мы еще будем в Туркменский район выпускать, в Арсгирский район. В Арсгирский район, Туркменский район. А сколько в среднем выслеживается? Где-то 19 суток. Нет, 19-21, да? Точно так. 19-21. Как курить? Да, да, точно так. Ну, они семейство курьев. В этом году мы закупили новое поголовье в Росовской области. То есть, как бы, обновить кровь надо, чтобы они с местным. Яйцо закупали или уже? Нет. Живых? Да. Уже цыплят, да? Подрощенные. Взрослые. Взрослые. Да, взрослые. Чтобы поменять кровь, как обычно, да? Да, да. Вольвер большой, вы видите, выгул и сделаны клетки. В клетках мы держим по один петушок, 4-5 курочек. И инкубатор у нас есть, да. Хороший, профессиональный инкубатор. Вот. И здесь у нас две штуки даже в вольерах вывелись здесь. То есть... Они еще маленькие, когда опоздали эти клетки, выпускали. Это о чем говоришь? То есть им в вольере хорошее условие создали, правильно? Если она здесь уже... Конечно. Они так, знаешь, загнездилась, да. А два яйца высиживали. Грызвее. Так, значит, кормим мы. Слушайте, дети, вы же первый раз. Покупаем корм. Специальный корм. Комбикорм. Комбикорм, да. То есть вот как вот птицу броллера, вы знаете. А, вот так, да. Комбикорм со всеми добавками, которые... Сначала идет старт, потом рост. Старт, рост, финиш. И пшенички добавляем, там семечки немножко, кукурузки, проса. В общем, как обычную курицу, да? Да, да. А чем в природе они питаются и где живут? В природе они питаются, начиная от кузнечика, саранчи и заканчивая мыши даже. Ящерица, мелкие змеи, они все, все, что, короче, проглотить смогут, они все это кушают. Живут вот в таких камышевых балках, да? Как они себя потом на воле чувствуют? Великолепно. 100% выживание у них переедет? Нет, нет. Какой-то процент падежа мы допускаем. Выпад есть, да? Конечно, конечно. Хищная птица может воймать. Ну, это понятно. А просто вот как они после этого сами... Очень быстро адаптируется. Это такая птица, они даже в вольере, Викторович, тут каждый день с ними занимаются. И то они как полудикие, правильно? А сейчас их выпустят буквально 3-4 дня, неделя, все, они уже дикие. Они не подпустят никого. Для детей это праздник, восторг и восхищение. Фазаны очень яркие, красивые, а вот разглядеть поближе, тем более подержать в руках этих осторожных птиц и выпустить на волю, можно, пожалуй, только в охотничьем хозяйстве Южный регион. Ученики и учителя поблагодарили его руководителя Леонида Алексеевича Черниговского. Я выпускаю фазанов вместе с ребятами уже третий раз. Пригласили ребят для того, чтобы они увидели, что значит птицы в природе, чтобы потрогали их руками, потому что многие из них живут в квартирах. И чтобы это воочию убедиться, что это действительно есть, что это курочки и петушки, которые нравятся всем, и в природе они живут и размножаются, и поэтому дети согласились и приехали. А приехали мы по просьбе Черниговского Леонида Алексеевича, который постоянно приглашает нас на такие мероприятия. И мы очень рады участвовать в этом. Леонид Алексеевич, спасибо вам большое за то, что вы пригласили нас, за то, что мы побывали на таком интересном мероприятии, на выпуске фазанов. Мы очень рады тому, что здесь мы еще, если получится так, что можно будет приглашать нас на мероприятие, мы ждем. Приглашайте нас, пожалуйста, мы с удовольствием придем, потому что дети вчера, они не знали, где, что и как. Завтра они будут рассказывать это другим детям, оставшимся на уроках, кстати, половина класса остались на уроках, и они будут завидовать завтра тем, кто был сегодня с нами. Спасибо вам большое. Три-четыре. Спасибо. И вам тоже спасибо. Да, спасибо. Спасибо.